Староладожская крепость, как считается, была построена в глубокой древности, еще во времена Вещего Олега на рубеже 9-10 веков. Сегодня крепость находится в состоянии ремонта и восстановления. Многое уже сделано. А на ее территории можно встретить уникальные архитектурные достопримечательности. Из сердца села Старая Ладога репортаж Ольги Валужевой. Древняя Староладожская крепость. С ее стен открываются живописные виды как на северную часть Старой Ладоги с Успенским собором, так и на южную с Никольским. Сейчас ее территория относится к музею-заповеднику. Здесь ведутся восстановительные работы. Но вот эта часть крепости хранит в себе еще ту историю. Это излюбленное место туристов. Путешественников привлекают здесь и другие исторические тайны. Например, вот этот храм Георгия Победоносца. Старая Ладога хранит в себе много тайн. Это и курганы, и сопки, это пещеры, где обитают летучие мыши. А еще одна загадка находится здесь, в церкви Георгия Победоносца. Оказавшись внутри храма Георгия Победоносца, можно увидеть уникальные фрагменты фресок, которые сохранились до наших дней. Здесь тайна в том, что неизвестно ни архитектор храма, ни мастера по росписи. Но художественные достоинства живописи церкви святого Георгия ставят ее в число выдающихся творений мировой культуры. А вот этой фреске чудо Георгия о змее более 800 лет. Именно она делает храм столь знаменитым. Здесь единственная фреска в древнейшем византийском изводе, где святой Георгий совершает духовный подвиг, высочайший подвиг. Воинскому подвигу всегда есть свидетели и есть те, кто может оценить. А вот духовный подвиг святого Георгия отражен только фреске «Чудо Георгия о змее», где святой, обратясь к Господу, усмиряет змея. Он его не убивает. Змея – это символ мирового зла, который настолько усмирен молитвой святого, что Елисава, княжеская дочь, на поиске ведет этого змея и показывает горожанам. То есть это вот великий гимн победы добра над злом, без кровопролития. Посетители храма признаются – образы, которые изображены на фресках, поражают своей живостью. Они проникновенны. Создается впечатление, что они смотрят на тебя сквозь столетия. Вот эти фрески – это древние фрески, которые… Удивительно, что они еще сохранились. Потому как вот как купол этот сохраненный, я даже удивляюсь, какая живопись, она так сохранилась. Это очень удивительно. И потом вот Никола чудотворец. Очень интересно. Он за тобой следит. То есть если ты тут что-то нарушишь, то он, наверное, будет не очень доволен. Меня очень впечатлил этот храм. Я впервые в нем просто захватывает дух. Особенно икона Георгия Победоносца, где показано, что эту гидру, этого змея, который воплощает в себе зло, он не убивает своим копьем, не топчет ногами, копытами конь, а именно отпускает с миром. Как бы этот храм, храм добра, храм вот именно русского народа, который воплощает в себе добро. Ну вот тут меня это очень впечатлило и очень поразило, так сказать, в этой церкви. Ладожская невеста, так называют церковь Георгия, ладожане за ее удивительно светлый, стройный вид. А сокровище, которое она хранит в себе, стало прообразом для иконографии Георгия Победоносца в Болгарии, Грузии и Греции.